Начало этой недели ознаменовалось достаточно серьезным падением на многих фондовых рынках, и в том числе в России, естественно. И вы могли заметить, что упал рубль по отношению к доллару, ну или доллар вырос по отношению к рублю, то есть он был недавно совсем 73, стал 76. Так что же произошло и не начало ли это глобального падения? Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, действительно, очень много разговоров шло в последнее время о том, что рынки перегреты и они могут упасть. И вроде бы кажется, что это начало падения, но давайте попытаемся понять, что же происходит на рынках. В последнее время я решил подучить английский немножечко и стал слушать Bloomberg Live. Это круглосуточное вещание в Ютубе по финансам на английском языке. И там основная тема, которая обсуждается на Bloomberg, это доходности по десятилетним обязательствам США, казначейским. Посмотрите, они вдруг начинают падать, ну к чему это ведет? К тому, что по ним доходности начинают расти. И, ну, это первый признак о том, что кажется, в США будет инфляция. То есть, когда инфляция, десятилетние обязательства падают в цене, чтобы, ну, компенсировать падение доходности. Ну, просто потому, что новые люди не будут их покупать, если доходность будет ниже, чем инфляция. И эти доходности стали расти. И сначала доходность была 1,6%, 1,62%, 1,63%, потом очень быстро 1,66%, потом 1,67%, и даже, по-моему, за 1,7% скакнуло. И народ начал, в общем-то, будоражиться, не преповлечет ли это за собой повышение ставки Федрезервом. И вот, так, когда там было это? В четверг, по-моему, глава Федрезерва Пауэлл сказал, что, ребята, не беспокойтесь, все под контролем. Мы идем к намеченной цели, а намеченная цель это у нас 2% инфляции в США, поэтому все будет хорошо, расслабьтесь и успокойтесь. У ФРС все под контролем, и это немножечко, ну, сгладило какое-то, значит, впечатление, и ставки перестали, по крайней мере, расти, а облигации перестали падать. Вот, но, почему они начали падать, и почему все ожидают инфляцию? Да потому что в США гигантский пакет, вот, финансирование в 1,9 триллиона долларов, он принят, и он уже поступил, в общем-то, в банки из бюджета. Это стимулирование экономики США, и в отличие от тех пакетов, которые принимались при администрации Трампа, эти пакеты направлены немножечко в другую сторону, то есть Трамп поощрял производство компаний, я считаю, что это правильно, демократы поощряют не производство, а непосредственно выплачивают больше людям, и давайте посмотрим, что же люди планируют делать вот с этими пакетом стимулирующих мер. Вот есть Bloomberg Morning Consult, survey, and they would mostly spend it. Значит, смотрите, они спросили, куда люди будут тратить вот эти деньги, которые будут получены в результате третьего пакета стимулов. И на первом месте savings, то есть это сбережения, то есть люди под матрас положат, на втором месте food, питание, на третьем жилье, то есть на улучшение жилья, credit card debt расплатится по долгам по кредитным картам, home improvement улучшат свой дом, но ремонт, грубо говоря, health care – это здоровье, дальше clothes – это одежда, и только вот на этом месте стоит всего 6% людей планируют вложить в инвестиции в фондовый рынок. Видите? Всего 6%. Ну и дальше уход за ребенком, путешествия, образование, электроника, и совсем мало хотят инвестировать это в криптовалюты, ну и покрытие студенческие кредиты, то есть кредит на образование студентам дается там. Вот таким образом, то есть ожидается, что на фондовый рынок пойдет не так много, как раньше, и поэтому на фондовый рынок это не так сильно повлияет, а повлияет это больше вот food, housing, credit card, home improvement, то есть все-таки на покупку в основном товаров пойдет. Вот. Но к чему это приведет? То есть люди пойдут в магазины покупать товары, и это бешеные деньги, которые идут на рынке, и это должно подстегнуть инфляцию, и это вызывает, конечно же, падение 10 years note, то есть десятилеток, вот, и, соответственно, увеличение доходности по ним, то есть Америка идет в ожидании инфляции легкой, но инфляция там пока еще не началась, но зато инфляция, кажется, начинается на развивающихся рынках. Ну а теперь я хочу сказать, а что же делают центробанки для того, чтобы побороть инфляцию, если она будет сильно завышена, они повышают ставки. И вот в четверг началось. Три центробанка подняли ставки. Первым поднял ставку центробанк Бразилии на 0,75%, это очень серьезное поднятие ставки. На втором месте центробанк Турции поднял ставку тоже в четверг на 0,5%, и на следующий день, в пятницу, было заседание центробанка России, и на заседании центробанка России уже на Биулина на пресс-конференции объявило, что центробанк России повышает учетную ставку на 0,25%. Во что это вылилось на рынке? Ровным счетом ни во что. Рынки вообще никак не отреагировали на это дело. То есть вообще никак. Но что произошло дальше? А вот дальше произошло очень интересное событие. Смотрите, на выходных Эрдоган в Турции, Турция, я уже сказал, подняла ставку, берет и отправляет главу центробанка в отставку. Почему это важно? Ну потому что, смотрите, Турция является достаточно крупной экономикой, сопоставимой с экономикой России на самом деле. То есть там очень много завязано и в Европе, и у нас это один из самых больших торговых партнеров в России, это Турция. И Эрдоган настаивал всегда, что ставку центробанк должен держать очень низкой для того, чтобы стимулировать экономику. Вот. И когда представители центробанков отказывались это делать, он их отправлял в отставку. Двоих. Уже отправил. И когда он назначал третьего, он сказал, все, ребята, я вам обещаю, что больше не буду вмешиваться в дела центробанка. Можете, инвесторы могут быть спокойны. Центробанк, он абсолютно независимый в Турции будет. И больше такое не повторится. И вот, как говорится, никогда такого не было. И вот снова Эрдоган отправляет главу центробанка в отставку. К чему это привело? К тому, что капиталы резко из Турции... Начали выводить инвесторы в испуге, потому что, ну, когда в политику, в экономику вмешивается президент или политика, то, в общем, сказать, как бы риски повышаются и надо оттуда уходить. К чему это привело? К тому, что они распродают активы, значит, получают лиры, продают лиры, покупают доллары. Соответственно, лира падает в цене, потому что массово все продают лиры. И лира упала на 10%. И это было буквально второй главной новостью на Блумберге. То есть, они говорят, что вообще глобальное падение лиры это может привести, в общем, к серьезным последствиям для Европы и вообще для всей мировой валютной системы и так далее. И это повлечет за собой падение валют всех развивающихся стран, что, собственно, и произошло в России. Российский рубль полетел вниз. Давайте посмотрим на график рубля. То есть, смотрите, это доллар к рублю, доллар, естественно, растет, рубль падает к доллару. Вот посмотрите, насколько он сильно за несколько дней всего вырос. был, смотрите, минимум 72,50 и 72,6. Представляете, да, на минимуме. И понеслось. Значит, вот на следующий день он вырос на 2,1%, то есть до 74,00. Потом тра-та-та. И на максимуме он достигал 77,00, но сейчас 76,33. Друзья мои, 5,5%, ну, от 72,6 до 76,6. Ну, в общем, на 4 рубля за доллар это очень сильный рост, как вы понимаете. То есть, мы все здесь живем. К чему это привело, в свою очередь? Да, и почему все это произошло? Ну, во-первых, это Турция, конечно же. То есть, дело в том, что есть опасения, что пострадает внешний торговый оборот с Турцией. Но еще один момент. Посмотрите, какой у нас самый главный экспортный товар? Это, ну, мука и нефть. По муке у нас самый большой объем на экспорт мы отправляем в Турцию. А Турция стала самым большим поставщиком в мире высококачественной муки. Мы муку не можем делать. Вот, мы уже научились на самом деле. Вот. И самый главный товар наш – это нефть. А нефть тоже начала падать с недавнего времени. Давайте посмотрим, насколько упала нефть. Вот, нефть стоила на максимуме 71 рубль, доллар за баррель. И вот она начинает валиться с того же самого 18 марта. Сначала она упала до этого на 85%, это тоже немало, до 64. А потом она грохнулась до 62, потом грохнулась до 60,5 долларов за баррель. Почему грохнулась нефть? Потому что, ну, сейчас действуют ограничения в странах ОПЕК+. Они действуют до апреля. И все, в общем-то сказать, как бы ожидали, что ОПЕК+, начнет увеличивать добычу нефти, что приведет, естественно, к падению цен на нефть. Ну, а раз цены на нефть падают, то и рубль падает, соответственно. Вот. Ну, и кроме всего прочего, еще один момент такой для России негативный. Значит, смотрите, ну, не секрет, что Байден, в общем-то сказать, без особого любви относится к России. И недавно, ну, значит, они всегда говорили, что вот-вот, сейчас санкции введем, 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 введем. И недавно в интервью корреспонденту BBC, значит, дает Байден. И этот корреспондент спрашивает у Байдена, считаете ли вы Путина убийцей буквально. Вот. И, судя по всему, до Байдена донесли вот это вот расследование Беллингкета, в котором говорится, что, в общем-то сказать, ну, Навального отравили, Навального отравили химическим оружием. Это подтверждено рядом независимых лабораторий, которые сертифицированы в ОЗХО, то есть, как бы, можно доверять. Вот. С другой стороны, в расследовании Беллингкет говорится, что за Путиным, в общем-то сказать, наблюдали ребята из ФСБ, что подтвердил сам Путин на своей пресс-конференции. Он сказал, ну да, приглядывают. Вот. Что в этом такого? И, соответственно, следующее видео у Навального было о том, что, в общем-то сказать, эти, вообще говоря, ФСБшники, они по специальности все химики и работали с отравляющими веществами. Ну вот, в общем-то сказать, и совпадение. 50 раз они летали одними рейсами с Навальным, ну, как бы, в те же места, где был Навальный в то же время. И, ну, это не может быть простым совпадением. Кроме того, значит, Россия упорно отрицает причастность. Говорят, ну, наверное, он сам себя отравил или вообще, так сказать, там, живот у него вздуло. Вот. То есть, как бы, всячески отнекивается. И Байден в ответ на вопрос на это сказал, вот так вот, буквально. Вот. Ну, он сказал, что, в общем-то сказать, ну, несмотря ни на что, приходится иметь дело, вот, со всякими людьми. И там, где будет нам интересно, мы будем иметь дело с Путиным до тех пор, пока он будет. Ну, в общем, вот, считаю. Вот. И, ну, это означало, что санкции, скорее всего, будут. Но, непонятно когда. И в каком виде. И в каком виде ожидаются санкции. Ну, в общем-то, ожидается, что санкции будут касаться ОФЗ. Мы знаем, что наши ОФЗ достаточно привлекательны для иностранцев, потому что, ну, недооцененный рынок и так далее. Вот. И держателями наших облигаций ОФЗ, ну, значит, в виде долларов, являются крупнейшие инвестиционные фонды из США. И если США потребует от них избавиться от этих облигаций, то, в общем-то, сказать, как бы рубль должен обвалиться. Это с одной стороны. С другой стороны, постоянно муссируются слухи о том, что Россия будет отключена от SWIFT. Да. И совсем недавно, вот, во время визита в Китай, Лавров вдруг заявляет в Китае, что, в общем-то, нам с Китаем надо строить отношения уже независимые от различных западных платежных систем. Дело в том, что, ну, все технологии уже есть, как это сделать, платежи, но российской системе, естественно, мало кто доверяет. В Китае тоже есть своя система проведения платежей. И он говорит, ну, так сказать, не зря он сказал это в Китае, потому что, ну, как бы Китай имеет возможности ввести свою систему, а у Китая тоже проблемы с США. Вот. И, ну, как бы, вот такая вот удочка, как бы. Вряд ли Китай на это пойдет, на самом деле. Поэтому, ну, можно ожидать. То есть, как бы, рынки готовятся к худшему, естественно, но, скорее всего, худшее не произойдет. Скорее всего, будут какие-то не такие жесткие санкции. Но посмотрим. Самое главное, что неизвестно, когда они будут. И что происходит с долларом? Ну, сам доллар, вы видите, растет, хотя американцы хотят, чтобы он падал, они хотят слабый доллар. Вот. Ну, и это, естественно, приводит к росту остальных валют. Вот. К чему это приводит у нас в России? Ну, рынки начали падать. Вот, давайте посмотрим. Вот, рынки начали падать со своих максимальных значений. Здесь, на рынке акций, это не так существенно видно. Вот. Это индекс московской биржи на 4% упал. Это не так много, на самом деле. Вот. Ну, а что с РТС? РТС – это тот же самый индекс, только выраженный в долларах. Когда падает и сам индекс мосбиржи, и еще и рубль падает, то РТС падает вдвойне. То есть, в долларах тот же самый индекс упал на текущий момент, ну, практически на 9%. Это очень много. Это очень много. Индекс РТС упал на 9%. То есть, в долларах наши акции опустились намного больше. И что в этой ситуации надо делать? Как подстраховаться от падения рынка? Ну, мы никто не хотим, чтобы рынок падал, естественно. Мы хотим, чтобы наши инвестиции росли. Акции – это инвестиции. Поэтому, значит, что происходит? Вот график как раз, падение. И рынок падал. Ну, я, как всегда, построил свою стратегию. Я ею делился в чате. Вот, постоянно. Для тех, кто закончил курс по опционам. Поэтому, значит, я там публиковал. Ну, вот, посмотрите. Вот он у меня. Рубль падает, значит. Там у меня РТС вот такая стратегия. Вообще, все красиво. У меня все растет. Вот она. Вот такая вот стратегия построена. Здесь, значит, если он падает, то, значит, вот сюда идет. Там чуть ли не 200. Вообще, все шикарно у меня. И вот она, вот такой график я публикую. Вот здесь вот плюс 44 тысячи за день. Моя стратегия приносит. Причем это за час изменилось. То есть я пошел погулять, значит, в лес. Было здесь плюс 10, стало плюс 44, когда вернулся. Ну, вообще, все было великолепно. Вот. И, ну, пока он падал, все хорошо происходило. Вот. Потом я начал перестраивать свою стратегию немножечко. Вот здесь я показываю все. Короче. Ну, пошел отскок на самом деле. Вот я перестроил ее сначала. Ну, сначала, ну, она и сейчас так же. Ну, я ее перестраивал, перестраивал, постоянно показывал. Сейчас вот так вот. Вот. Ну, в общем, фактически рисунок не меняется. Она немножечко уползает. Сейчас та прибыль, которую я получил, а получил я в районе там 50 или 60 тысяч, вот с момента, когда началось падение. Сейчас пошел отскок вот этот вот. И на отскоке я денежки немножечко потерял. То есть, из того, что я заработал. Ну, сколько я потерял? Ну, тысяч 30 или 40 я потерял. Ну, все равно в сумме я в плюсе. И опционная стратегия показывает свою эффективность, показывает, что весьма-весьма возможно хеджирование, весьма-весьма возможно избежать вот этих падений. Ну, посмотрите, вот она полочка. Сейчас, например, да, показано, что от текущего положения, если будет в диапазоне от 137 500 до 147 500 индекс РТС, я ничего не теряю от текущего положения. То есть, будет полочка вот эта вот в результате экспирации. Это будет в четверг, в следующий четверг, через неделю. Но если индекс будет падать, то, значит, у меня прибыль будет расти. Если индекс будет расти, то, в общем, сказать, у меня текущее состояние будет вот на красной линии падать. Но в конце концов четверг придет к тому же самому к ровной линии. То есть, моя позиция захеджирована, во-первых. Во-вторых, я ее буду еще менять и эту планочку буду поднимать вот сюда. То есть, ну, до 50 тысяч, по моим подсчетам, она поднимется. И таким образом я смогу вернуть те 50 тысяч, которые я, ну, в общем, сказать, на которые у меня уменьшился, так сказать. Ну, как бы она поднялась, а потом немножечко опустилась. Это все временно, это все еще можно вернуть. Вот таким образом. Ну, а как строить опционы? Как строить опционные стратегии? Я рассказываю на своем курсе по опционам. И вы видите, что для всех, кто купил курс по опционам, я, соответственно, в чате подробнейшим образом и постоянно показываю, что я делаю. Ну, потому что для них это понятно. А подсоединиться к этому курсу можно либо вон там, либо вон там. Ну, а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Оставайтесь на моем канале. Напишите, что вы думаете по всему этому поводу. Согласны вы своими выводами или нет. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитров Юрий. До встречи. Продолжение следует...